Камня на камне Мечети, места поклонения были осквернены, разрушены, превращены в руины. Варвары сравнялись с землей дома, которые люди строили годами, потом и кровью. Ни для кого не секрет, что в советское время было сложно построить дом. В большинстве жителей оккупированных территорий занимались сельским хозяйством. Они работали в колхозах и совхозах, по 15-20 лет копили деньги, чтобы построить дом. Центральная власть с трудом выделяла Азербайджану финансирование на строительство административных зданий и школ. Вандалы уничтожили эти здания. Когда Карабах и прилегающие районы Азербайджана находились под оккупацией, уже были известны названия иностранных компаний, осуществлявших там незаконную деятельность. После освобождения земель были представлены многочисленные доказательства этому. Данные факты нашли свое подтверждение. Кто сносил и разрушал дома, школы, детские сады, больницы, родильные дома, общественные здания, кинотеатры, дома культуры, административные здания, когда земли находились под оккупацией. И куда армяне могли деть столько стройматериалов? Часть из них они использовались при строительстве инженерных укреплений. Но куда делись остальные материалы? После освобождения земель от оккупации выяснилось, что данные преступления армянские власти и сепаратисты совершали не в одиночку, а вместе с иранскими компаниями. Как сообщает репорт, во время оккупации в Карабахе действовали эти фирмы Ирана. Интересно, чем они занимались в Карабахе? Грабили и разрушали дома. Они занимались разграблением оккупированных территорий. Все было вывезено и продано на иранских рынках или Исфаханскому металлургическому заводу. Разрушать дома, построенные людьми, это грех. Но зарабатывать на этом деньги – еще большой грех. Полученный от этого доход является харамом. В государственный бюджет Ирана, Исламской республики, в течение почти 30 лет поступали финансовые средства, считающиеся харамом.